напала собака на ребенка поругал учитель при всех родитель от злости ударил ребенок потерял что-то ценное безответная любовь подрался с другом и по мнению многих наших родителей такие вещи такие события приводит к психологические травме у ребенка и что-то страшное в будущем ожидает потому что родители ослышаны от психологов что психологически травма что-то такое страшное которое оставит глубокий след на всю оставшуюся жизнь и так далее так ли это не так ли это если это так насколько это так мы сегодня спросим у нашего друга родителя нашего ученика психолога семейного психолога и психотерапевта у него ашурова очень приятно вот то что я перечислил что такое вообще психологическая травма и если вообще такое понятие сначала вот так общее понятие что такое безусловно такое понятие есть психологическая травма существует она формируется в тот момент когда в основном ребенок остается один с непонятной ситуации страшной ситуации и берет все негативные эмоции на себя я брошен я не нужен я унижен вот в эти моменты психика просто запоминает эти эмоции и у него вот эта травма сформ формируется и сохраняется по жизни ну видите ли само слово травма это связано вот с негативом полностью да и и насколько эта травма глубокая или не глубокая если я порезал палец я смотрю на глубину и сам решаю я пойду к врачу или сам перевязывай возможно вообще не перевязка возможно швы надо ставить вот давайте поговорим об этом вот и когда она глубокая к врачу надо когда она страшная от этого вообще перечь надо и себя и детей как бы да скажем давайте один пример возьмем вот жизненный пример бывает так у нас в школе мальчики девочки учиться разного возраста с разным характером это разый темперамент да не могу сказать плохой или хороший ребенок все хорошие просто они разные двое мальчиков подрались да и один ушел с такими чувствами будто он унижен будто он как бы обижен или как сейчас говорят опущен я не знаю к сожалению и конечно родитель потом переживает вот куда смотрите а что будет если у него эта психологическая травма останется он теперь будет бояться там насколько вот такие вещи вот драки или стычки до оставляет насколько глубоко оставляет травму супер очень интересный вопрос почему потому что ко мне тоже часто обращаются с этим вопросом недавно был тоже такой момент что мать застыла от страха чтобы не причинить травму ребенку она даже перестала проявлять свой характер и в этом я объяснила что дети копирует нас вот такая мама которая сильно зажалась она дает пример такой же зажатости понимаете своему ребенку и то что вы сказали я могу вот так ответить самая глубокая травма это от родителей потому что ребенок когда рождается для него идеальная женщина это мама идеальный мужчина это папа он их любит и от их никакой-то грубости или от их никакой-то безразличности он может получить травму как вы говорите глубокую которой лечит только психолог то есть родитель не может гарантировать ребенку что родители всегда для него идеальными будут родители тоже проявляют себя по-разному правильно они такие же люди как но все таки должны помнить что что травмирует что не травмирует насколько травмирует например бывает что есть родители которые никогда не били свое ребенка но есть те которые били или бьет скажем изредка или один раз хотя бы кто-то бил своего ребенка за какой-то там скверное поведение да ребенок это конечно запомнит ну не знаю и забыть может просто тоже может что делать родителю чтобы ладно если он боится травм естественно родитель не хочет этого что он должен делать или чего не делать родители вы смотрите здесь вот так это очень глубоко потому что если бить ребенка и дать ему такое понимание что типа у тебя нет границ я могу делать с тобой как что я хочу я твоя мама либо я твой папа и там нарушаются границы ребенка у него уже ко всему миру такое отношение и он как будто бы дает такую ауру людям что у меня нет границ вы можете делать со мной что хотите и с такими детьми соответственно так относятся еще и окружающие и ученики и другие дети вот закладка все равно до семи лет от родителей если родитель дает здоровую самооценку он же знаете там уважение его гранит считаться его мнением там уже он будет уверен в себе он понимает что с ним все хорошо там уже не будут глубокие травмы если будет драка на улице например вот они то по-другому думаю теперь он будет бояться всех это абсолютно неправда но есть один момент что родитель должен заступиться особенно от пап мы ждем защиту героизм что он придет главное знаете как например я поступаю говорю девочка моя если тебя кто-то обидит знай что я всегда буду на твоей стороне я всегда тебя пойму я тебя выслушу и вот в этот момент она вот как же вам объяснить что важнее не вот эта среда а важнее как вы относитесь как родитель к своему ребенку это самый важный еще случай из нашего опыта ну как директор школы я вижу слушаю людей там да и детьми я больше времени провожу чем сам родитель потому что они своих детей я всех детей вижу и разных переживает за даже плохую оценку допустим а я говорю ребята ну а чего за плохой что для вас вообще плохая оценка вообще тройка для меня тройка неплохая удовлетворительная цене нет вот теперь у него никогда не будет стимула там он он будет думать что он тупой этот нет мы по-другому объясняет я говорю даже ребятам наверное это всем родителям как руководство один педагог это четко объяснила на примере телефона год ребята вот телефон сейчас у телефона уровень заряда 54 процента 54 к вечеру где-то 20 будет на заряд поставлю опять 100 будет от этого ценность телефона важность телефона функции этого телефона никак не хуже как бы да то же самое твоя оценка это сегодняшняя или настоящее исполнение то есть ты получил сейчас исполнил на тройку это не значит что ты вечный троечник я вот так объясняю но насколько это потом доносит до ученик до своих детей поэтому я прямо захожу в класс и ребятам объясняю ребята вот так короче оценка это просто заряд уровень вашего заряда на настоящий момент перформанс называется вот настоящий ваш исполнение вы можете улучшить это исполнение вы можете ухудшить это насчет вот оценок и как сказать ожидания психологические травмы вот из-за этого оценки часто я сталкиваюсь от родителей вот такие я сразу я в другие случаи возможно я принимаю драки там поругали я принимаю но оценки не принимаю наша оценка это сугубо скажем индивидуальная да и субъективная это нельзя сказать я же как родителям говорю смотрите мы оценку вставим не исходя из то есть не сравниваем ребенка самым отличником потому что порой жалуется не за то что мы низкую оценку поставили за то что ей тоже четверку поставили наиболее в классе там скажем отстающим ребенку тоже четверку а где справедливость говорят также ребенок потеряет веру справедливость и говорит также он потом не будет доверять потом не будет готовиться как вы будете мотивировать на пятерку и нет мы четверку тому ребенку поставили за то что он себя превзошел на двойку его еле тянул он что-то сделал возможно ли на пятерку но превзошел себе за старанием мы достойно этот награду дали да поэтому я бы хотел вот скорректировать посмею я это слово сказать скорректировать мнение и отношения родителей к оценкам оценка это просто нынешний заряд наш да а может завтра меньше быть завтра лучше быть это не постоянные и оценка ставится только ему то есть мы же не будем ждать двоечника пока не исполнить как самый лучший ученик в классе да не будем ждать возможно никогда не будет и возможно долго это будет и чудо этого он должен двойки одни получать нет если он постарался перешагнул этот свой как сказать грань да сделал большего чем ожидалось он достоин пятерки это поступок достоин это старание но это не знаю что он пятерочником стал или ваш ребенок всегда пятерку получал сегодня четверку тоже не значит что теперь мы ломаем ребенка и демотивируем вот это очень частый случай смотрите машина в какие моменты ребенок действительно будет себя чувствовать ступы вот когда именно со стороны родителей опять так сделал почему ты все время вот так делаешь либо второй момент это вот когда вот такое большое внимание к оценке это дает отношение что условная любовь если ты отличник я тебя люблю это со стороны родителей просто понимаете родители не понимают этого просто ребенок он воспринимает по-другому когда мы говорим смотри двойку не получи он слышит вот так я буду тебя любить если ты отличник но если ты вдруг получишь двойку или оступишься или сделаешь ошибку я перестану тебя любить это самое страшное для ребенка это убивает самооценку за оценку что-то обещают я тебе это куплю то куплю это уже какая-то мотивация для кого-то это нормально да это мотивирует например я больше это сказал бы не только родителями да и коллегам своим педагогам сказал потому что педагоги тоже и родители в том числе как мотивирует если будете плохо учиться будете улицу подметать этим не напугаешь ребенка ему тем более если он в хорошей здоровой семье растет он бедности какой-то возможный там будущем далеком он не видит это не видны для него далекие вещи его никак не мотивирует и не не пугает да поэтому реальными вещами мотивировать надо и потом педагоги мои коллеги спрашивают и чем мотивирует тогда уже всегда так воспитываясь ты ты какое-то кресло займешь и почему он должен обязательно кресло занимать да во первых улицы чтобы не подметал и тем же самым мы принижаем этих людей которые метают улицу во первых и никак не можем мотивировать ребенка что чтобы хорошо учиться а педагог тоже страна чем не тогда делать конфету не могу айфон ему обещать тоже не могу я же не его родитель когда я говорю ученики это из своего личного опыта как никак я тоже 18 лет преподавал я убедился в том что ученика мотивирует просто сегодняшний успех если например я я преподавал английский если сегодня ученик должен был уметь должен был научиться говорить о вашу пинге допустим и после двух занятий он свободно говорит он может покупать покупки совершать он подбирать цвет размера об этом вести разговоры и он видит что он умеет это все он мотивирован к следующему уроку когда я буду говорить теперь ребята будем учиться говорить о путешествии да английский на такой основе обучается на социальной темы бытовой темы и он гораздо мотивированный потому что один раз у него получилось и люди его понимают на английском и он тоже понимает на английском только так мы можем педагог может по крайней мере мотивировать родители уже айфонами там я не знаю чем-то но никак не тем что он когда-нибудь если не учится он станет там дворником микро так значит психологическую травму это я тоже утверждаю как педагог и наш психолог тоже утверждает оценка никакую психологическую травму не дает но да и есть лучше когда они дали травму это просто потому что мы сами повышаем важность ценность самой оценки если мальчик например получил двойку и дома за это его побили то он получит травму да то есть излишне это придаем значимости оценки да просто давайте сами поймем вообще что такое оценка оценка это настоящий заряд ребенка как заряд телефона его можно перезаряжать разряжаться телефон может и так далее поэтому уважаемые родители успокойтесь насчет оценки знаете что я думаю я немного еще там сейчас стараюсь посмотреть глазами родителей и понимаю что иногда родитель хочет чтобы до воспитала школа вот как бы самому не очень он не понимает хочет ответственность так скинуть на школу и оттуда требовать это легче я это частично принимаю потому что когда мы в себе выбрали эту профессию мы четко осознавали что часть ответственности за воспитание мы на себя берем как-никак большая часть своей осознанной жизни ребенок здесь проводит домой приходит что делать ну поел там поиграл немножко и заснул как будто поэтому я в этом плане понимает но никак с них тоже не снимаем ответственности да так еще момент такой шепетильный насчет психологических травм вообще имеет ли это отношение к нему но я вижу вот здесь подростков 13 лет 14 даже 10 лет любовь школьная любовь мальчик страдает девочка страдает конечно мы мы же здесь не будем там условия создавать для любовных отношений у них такая чистая такая бывает любовь и часто это бывает безответная может ли это привести к каким-то этим потому что я не зря к этому я студенческие годы жил в апшизите вот в апшизите очень интересные вещи творятся я видел надписи на стенах кровью написанные твой ты меня не ценишь ты не знал мне цену ты увидишь я бы не сказал что это сути идеально но пред сути идеально или ну раз человек решился тебе себе порезать и кровью написать ну есть о чем заботиться а вот в школе как вообще не оставлять ли там такие следы любовь вообще мы же как говорим старшие это взрослые говорят а ерунда потому что мы это через это прошли потом ерундой стало понимаете любовь школьная для нас потом стала ерундой но ребенок так не считает ребенок думать это его самая важная проблема и больше всего это мучает его это любовь скорее всего безответная любовь мучает как быть родителям просто сказать или он назови и пройдет это там нужна поддержка и как бы тепло понимание сказать что я был таким же знаешь мне было то же самое я тоже когда-то влюбился и меня тоже не выбрали такой жизни бывает но у тебя еще будет другие варианты вот как-то вот поддержать и очень важно когда вы говорите что я такой же была это очень близко детям они успокаиваются хорошо а вот к вам я это уже с точки зрения педагога пример привел вы к вам уже с настоящими проблемами приходит да как никак у вас много достаточно много фолловеров в инстаграме адрес инстаграма надо показать чтобы люди знакомились потому что она несет действительно свет и много знаний да как бы что бывает хоть с какими да этими приходят родители и как вы поступаете как вы помогаете людям часто сейчас гиперопека и страх что ребенок получит траву и настолько сильно возвышает ребенку что даже не могут ничего сказать вот сейчас это тоже то а очень ценно чтобы мама была в глазах ребенка королевой а папа королем вот свое уважение самоуважение иметь и чтобы родители ребенок восхищался и хотел быть на них похожим это очень важно если там мама извините меня как это очень тряпка да это будет тоже травма для ребенка то есть такие моменты когда ребенок не может простить маму за то что она себя не защищала знаете это тоже дает травму он очень хочет чтобы мы сами всегда хотим видеть маму красивой правда же мы хотим всегда чтобы она красиво одевалась вот когда были детьми восхищаемся да это очень важно вот дав любовь надо еще и уметь быть для него гордостью для ребенка то есть на глазах у ребенка не надо опускаться это очень не имиджем очень поведением да то есть но удается ли это легко ли потому что дети же нас всякие видят это всегда про баланс когда ты и не сильно строгий и ты не сильно мягкий это всегда про баланс это наверное узбекская послойца о ней но тенге бей пардос курсатма типа везде четко надо и выглядеть и поступать и говорить поступки действительно больше говорят чем наши слова правильно хоп значит с гиперопекой это конечно понятно мы отдельный выпуск сделали вот что касается вот эта проблема то что вы озвучили вот значит часто с гиперопекой приходит и боязнью получить психологически травму они что говорят приходят в аквам и говорят мы получили травму или узнаете получили ли вы про травму это же не травматология что там рентген сделать сразу как определяете вообще вы есть проблем или нет смотрите жалуются на что на то что он не может озвучить свое мнение говорят что он не может выбрать профессию сразу плачет это тоже хорошо например я эти они очень категоричные или так или так как бы да нет у них такого вы или все черное или все белое или я люблю или не люблю это да как бы если скажем если просто детей не привести к специалисту мы сами иногда не понимаем потому что дети не всегда могут четко рожать что у него болит или что его мучает от чего страдает как бы реально они не озвучивают вчера был мальчик у меня да там за плохое поведение я с ним беседовал казалось что он меня вообще не слушать я говорю ты меня слушаешь да слушай а я же тебе вопросы задают и не отвечаешь нет потому что у меня все нормально горит и гора чем помочь да каким он он матерится ты почему с поводом без плода материшься именно что провоцируете может я помогу тебе нет ничего у меня все нормально вот либо у него все нормально либо ничего все плохо как можно сказать может ли родитель сам с этим разобраться надо ли вообще и на это иногда я родителям сам не говорю что я пообщался с вашим сыном не говорю потому что некоторые не поймут меня или ребенок не хочет смотрите очень многие моменты реально родители могут сами решить без психолога это вот это вот внимание когда знаете не так вот с телефоном сижу это когда до дочка да не так вот ты как будто бы с подругой которые вот женщины поймут подруг который не видим 20 лет мы такая все отложили так ну чё как у тебя дела будет вот так разговаривать это очень важное второе потом замечать в нем плюсы его сильные стороны и подчеркивать эти сильные стороны это уже многое излечить знать даже травмы которые были оно где-то через месяц в два-три излечаются я в это охотно верю потому что у нас семье если я со своими девочками общаюсь если действительно вот убрав телефон без телевизора не на фоне газеты или чего-либо реально общаемся они вопросы задают какие-то там почему-то почему-то и если я подробно объясняю если они видят искреннее мое вовлечение в это они у я в их глазах вижу реальная радость и увлеченность значит для них серьезно это и мы ввели традицию такое супер выходной супер выходной это когда из на со мной проводят выходной да как бы и конечно я могу отредактировать и хотелки как бы они могут так такой список сделать но все равно я вижу в их глазах такое удовольствие не от того что они куда-то сходили от того что просто родители были вместе и разные вещи сделали да как бы поэтому даже очень занятым родителям особенно отцам я бы рекомендовал товарищи отцы и друзья мои надо это этот она на менькян она вот деньги идите сходите нет да не так говорят вот нет вас не хватает потому что человек бизнесмен и говорит работы много я говорю если вы на семью хотя бы одно выходной один выходной день да не можете выделить значит мы плохо просто плохо управлять бизнесом как бы да плохо делегировать и так далее можно потому что то что вы единственные люди которые запомнят что вы днями ночами работали это ваши дети другие нельзя помнить и не будут благодарить а дети тем более не будут они запомнят скажут он лично на на нас времени у нас рано уходил ночи приходил утром целовал нас уходил и так далее поэтому давайте вот я попробовал получается поэтому я вам тоже рекомендую видите себе вот этот традицию супер выходной надо попробовать а знаете по психологии тоже сравнивали и самые травматичные дети не от негативные мамы от безразличные мамы даже иногда негативность лучше чем безразличие а значит все вот 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 мы да вот это я не мог называть и возможно я ощущал где-то понимал вот для чего профессионал нужен чтобы имя дать тому что мы либо чуть-чуть осознаем или понимаем но не можем понять что именно это такое получается безразличность это наносит самую худшую травму не только детям супругам тоже и всем возможно потому что безразличность действительно мы же мы ради друг друга живем ради внимания все остальное это просто средства правильно и деньги и это действительно когда мы говорим деньги же есть мощная обердом чего не хватает значит это не работает хороший ты плохой уже неважно до становится хорошо конечно у нас предстоят предстоит ряд тем которые мы должны раскрыть с коллегами психологами и врачами я бы еще призвал наших же родителей родители наших учеников поучаствовать в нашем подкасте именно не только психологов и врачей инженеров и представители других профессий тоже не гора спасибо вам за плодотворный разговор я думаю очень большой будет интерес к этому разговору и у нас с вами задуманы несколько других тем и мы успешно оцениваем в скором времени спасибо до свидания